всем добрейшего утра на канале old dutchman с вами снова я автор канала владимир козрачук и сегодня мы с вами продолжаем тему вот этих вот беженцев из африканских стран из азиатских ближневосточных и поговорим о их поведении здесь в стране я смотрю что вот это вот особенно первое видео про беженцев из туниса которые отметили человека с крестиком на шее потом еще отметили ли вот этих вот security службы безопасности вызвало скажем так не отклики но вызвало резонанс среди подписчиков среди пользователей youtube поэтому я решил эту тему немножечко развить чтобы дать вам возможность под этим видео уже высказывать свои мнения немножечко я хотел бы вернуться к комментариям которые были под первой частью этого видео вторая часть 1 особенно первая часть значит начнем с того что одна дама мне написала что мол я так высказываю столько о беженцах из туниса и из африки только потому что я расист я ненавижу людей и так далее и тому подобное мол типа она жила со своим сыном и мужем в лагере для этих переселенцев для беженцев ее никто за все время сколько они там жили не изнасиловал и относились с уважением я и написал дорогуша моя как ни странно я с семьей тоже когда приехал сюда в германию тоже жил в лагере для беда вот этих переселенцев не беженцев переселенцев и нас тоже никто не обижался к нам относились с уважением никто не дрался не указывал нам на страну откат из которой мы прибыли и так далее поэтому времена были другие это было почти три 30 лет назад почти 30 лет назад я говорю времена были другие естественно отношение к людям было другое и люди повели себя по-другому то что то же самое что блин то что происходит сегодня вообще не поддается никаким объяснениям никаким вот этим вот скажем так мыслям потому что во первых начатая вот эта программа еще старый канц старым канцлером германии этой ангелой меркель по разрешению вот этих вот всех сирийцев и тому подобных сюда приезжать и жить здесь типа как беженцы эта программа сегодня она переросла ну действительно в засилье германии вот потоком вот этих вот нелегалов прущих буквально со всех щелей как тараканы вот сейчас опять кто-то может сказать ну что типа я расист и так далее мол типа одна еще тоже дама мне написала что-то не нравится проваливай свою россию но я и написал дорогуша моя спасибо вам за за ваш комментарий но по поводу россии хочу вам сказать следующее я к россии имею такое же отношение как пингвин к белому дому надеюсь вы меня поняли ох господи знаете если я оси просто отвечать на вот эти комментарии или затрагивать реплики вот этих вот людей которые не имеют никакого понятия и отношения не только к теме беженцев в германии но и к самой германии то не хватит эфирного времени не хватит батареи на камере чтобы все это охватить поэтому мне импонирует то что люди действительно приходящие смотреть это видео вернее это старое отдают отчет тому что происходит на самом деле вокруг них очень многие люди знают как ведут себя здесь эти африканские беженцы очень многие сталкиваются с в магазинах сталкиваются на улице в автобусах в повседневной жизни и что самое интересное эти люди приехавшие сюда они ведут себя действительно наглейшим образом я не говорю все нет ни в коем случае не все но большинство из них особенно вот эти вот беженцы из туниса так называемые беженцы из молодые здоровые парни которые при приехали сюда в качестве беженцев вдруг откуда ни возьмись у них оказывается у этих парней появляются семьи блин которые остались там где-то в африке и у каждого 20-летнего парня блин по три по четыре ребенка государство вот вот изъян немецкой социальной бюрократической системы вот вам ее изъян вместо того что они не могут конечно проверить правду этот человек говорит или не или обманывает они не могут этого проверить они верят им на слово и верят каким-то непонятным блин бумагам написанным на арабском языке от руки что у него действительно где-то там в тунисе или где-то у него там в гвинеи бессау три или четыре ребенка осталось и жена сидит одна нужно кормить и оформляют им детские деньги вы понимаете что это сумасшедшие деньги а на самом деле у этих парней нет никого они прибежали сюда сами во-первых это это первый это первый негативный момент того почему они себя ведут здесь так нагло они считают что раз они смогли обмануть социальную систему раз их сюда приняли значит можно вести себя здесь как как скажем как как дикий кабан не скажем как свинья потому что свинья к мусульманам не имеет никакого отношения это будет звучать как как оскорбление а вот когда мусульманин говоришь ты хочу что ее не что это не не это не свинья это дикий кабан я я видо я встречал таких людей поэтому если у кого-то возникнет что-то в противовес не надо я встречал таких людей которые ели свинину и говорили что это дикие кабаны так вот вот эти вот беженцы из туниса кто-то мне написал что это бывшие военные они по какой-то там программе по якобы негласному распоряжению дядюшки сэма специально засылаются сюда в германию чтобы блин дальше и начинается вот какая-то не знаю фантастика чтобы уничтожить половину местного населения а потом их отсюда повыгать кто их отсюда повыгоняет вот объясните мне кто их отсюда повыгоняет если их блин сюда впустили ну хорошо мне сказали там под тем видео что я мол высказываюсь о них очень негативно об этих беженцах они мол типа тоже люди вы знаете что люди ведут себя как люди они ведут себя как люди они стараются приспособиться к тем законам и традициям которые существуют в этой стране они не говорят открыто как вот эти вот палестинские беженцы или тунисские мол типа мы мусульмане вы обязаны блин уважать нашего бога вы ваши женщины обязаны ходить в хиджабах вы не имеете права в магазинах продавать свинину и в детском садике если наши дети идут в детский садик мы хотим чтобы там тоже подавали в худшем случае говядину в лучшем случае баранину потому что свинину наши дети не мы не наши дети не едим но это уже вверх вверх скотство верх невежество верх наглости повторяюсь в чужой монастырь со своим уставом не лезут если ты приехал в какую-то страну будь добр чтить ее законы мы ведь когда едем куда-то допустим туристами или там не знаю служебную командировку на год на два мы ведь ведем себя в той стране так чтобы не стыдно было за себя в первую очередь потому что по нам судят стране из которой мы прибыли это ведь так и многие люди просто напросто не хотят понимать того что благодаря сегодняшнему вот этому правительству в котором у нас сидят вот эти зеленые мудрецы не имеющие высшего образования никто из них не имеет высшего образования среди вот этих зеленых партийцев благодаря вот этим вот людишкам у нас сегодня в стране творится такой сумасшедший хаос беженцы эти прут и прут и прут эти зеленые едят прекрасно понимают они они же знают статистику криминальную вот это вот сколько здесь происходит преступлений там на сексуальной почве допустим сколько происходит изнасилований сколько происходит вот этих вот ножевых этих деликтов когда они нападают на людей с ножом когда они воруют в магазинах товары радиоэлектронику продукты обзывают толкают стариков эти вот эти вот так называемые африканские бедные беженцы списывать это на их скажем так психологическую травму полученную при при переезде из африки сюда это глупо не надо списывать всякие преступления на психологическую травму вот посмотрите у нас в прошлом году здесь с тюрьмы бежал один кто же алжирец по моему он уже по моему кажется лет 10 или 15 отсидел в тюрьме за что он отсидел ему дали по моему 20 лет что такое не помню точно не факт в общем за что его посадили этот беженец из алжира приехал попал в лагерь для переселенцев в нюрнберге и когда он пришел в в газетный киоск ему не понравилось как старушка которая продавала газеты журналы в этом песке ему не понравилось как она к нему обратилась вернее как она ему ответила он дождался пока она закончила работу она закрыла киоск вышла из киоска вечером и он ее убил он проследил за ним не с ним киоска и убил она отошла там сколько-то метров от киоска за поворот за здание повернула и он ее ножом зарезал его поймали его после посадили в общем он сидел и сейчас он сидел у нас вот здесь в тюрьме потому что не знаю как так получилось что из нюрнберга его привезли сюда его должны были предоставить ему предоставили какого-то адвоката хотели что-то то ли пересмотреть его делали что тут еще в общем опять вам издержки немецкой не только социальной но и судебно-правовой системы на первом этаже вот это вот регионального здания суда находятся кабинеты в которых сидят вот эти вот все адвокаты и так далее приходят у нас говорится своими вот этими подзащитными и естественно там нет решеток этого урода завели в это в один такой кабинет закрыли и через сколько то 10-20 минут должен был прийти его адвокат ну подумала охрана ну ну посидит подождет короче приходит адвокат открывают дверь окно открыто чувака нету с похватились начали искать объявили особо опасный рецидивист убийца на свободной ноге рванул через город ну я давай спрашивать своих знакомых полицейских что с ним теперь будет один говорит ты знаешь вероятность того что он останется в городе сводится к нулю потому что у него во франции родственники скорее всего он рванет туда через двое суток его действительно поймали на границе с францией его поймали на границе как он туда добрался ребята он добрался туда на перекладных он добрался туда на перекладных и когда его привезли обратно сюда я спросил вот этих своих коллег полицейских ребята что будет с ним дальше ему припишут дополнительный срок или еще что-то за что как за что уже побег вы чё убийца рецидивист побег нет нет это говорит списывается на страх вот этот какой-то психологический там или еще что-то короче списывать списывается на психику что когда человек сидит за решеткой он заранее как бы природой запрограммирован на побег вот так вот здесь вот объясняют этот побеги и что говорю за то что он сбежал его поймали и ему ничего не будет ну как он будет сидеть дальше ведь может быть ему и накинут там годик-два мы не знаем но он сидит опять в общем такие вот дела вот пожалуйста вам беженец приехал убил человека и живет в тюрьме сидит но живет за счет налогоплательщиков стране в их вы хотите сказать что я расист нет ребята я справедливый человек пусть и жесткий но я справедливый я привык называть вещи своими именами и вот мне кто-то написал что мол типа вот вы говорите тунисские беженцы алжирские вы еще с украинскими беженцами не сталкивались вот у нас там в нашей стране в республике они ведут себя особенно там уровень криминала среди украинских беженцев очень высок и тогда я не спорю в любом стране есть то есть в любом народе есть свои уроды я не спорю но у нас здесь по статистике зарегистрированных миллион двести пятьдесят тысяч украинских беженцев среди них почти 400 тысяч детей стариков больных которые ну не могут работать вот еще сколько-то пятьсот по моему тысяч они работают то есть люди с головой люди понимают что просто так они здесь долго сидеть на социале не будут они не хотят сидеть на социале они пошли работать кто в косметический кабинет кто помощником врача по своей специальности и предоставили такую возможность кто допустим где-то в ресторанах в обслуге или в магазинах где угодно где угодно они работают но есть конечно же почти сколько там сколько там 400 почти тысяч вот этих вот людей которые действительно не хотят работать вы знаете что ему резали социал и благодаря вот этой вот бецаль карте я уже неоднократно упоминал вот эту вот карту в своих видео сейчас повторюсь еще раз значит что это за карта на эту карту социальная касса начисляет один раз в месяц определенную сумму вот этим вот беженцам сирийским афганским тунисским алжирским там каким угодно вот этим даже палестинским вот этим вот скажем так открыто террористом начисляются деньги на эту карту значит что происходит с этими деньгами они приходя в магазин вот эти вот люди могут оплатить свою покупку в магазине при помощи этой карты все они не могут обналичить деньги с этой карты потому что она не привязана никакой банковской системе кроме социальной кассы то есть если у тебя деньги на этой карте закончились увы будь добр ждать целый месяц когда ну и джедова есть будь добр ждать целый месяц пока он не закончится и ты едешь нет давай уже быстрее за тебя блин машины блин торчат на дороге давай проваливай блин о чем я говорил блин баран на дороге хуже живешь хуже баранов степи блин елки-палки короче они эта карта не привязана никакой банковской системе кроме социальной кассы то есть если допустим раньше чем закончился месяц у тебя кончились на этой карте деньги увы соси лапу как медведь но этим же беженцам дается еще помимо этой карты 50 евро как бы вот этих вот карманных денег это на то чтобы он купил себе водку или там если он мусульманин там какой-то там чефир блин или купил себе мешок гашиша или еще какой-то дряни блин это им дается вот для вот этих вот целей но многие беженцы якобы такие вот типа как бы скажем так теоретические беженцы уже начали покидать страну потому что им не нравится отношение немецких властей к ним как к людям они кричат о том что германия нарушает права человека не они кричат а вот эти вот адвокаты организации вот эти вот которые способствуют внедрению скажем так вот этих вот гипотетических беженцев в страну все вот эти организации кричат на германию со всех углов что германия нарушает права человека то есть получается что мы здесь работаем по пять по шесть дней в неделю платим налоги а эти приехав сюда по два по три по четыре года живут а то и по восемь по десять лет здесь живут нигде не хотят работать да и фиг их заставишь работать они будут просто так получать вот эти вот деньги за что объясните они будут получать деньги покупать на них наркотики блин ходить избивать людей ходить на дискотеки там устраивать дебоши скандалы драки сумасшедшие в магазинах толкать стариков за это им давать деньги что ли нет я считаю я я я уверен что со мной в этом в этом вопросе согласятся очень многие люди которые тоже скажем так проходят через вот эту вот ситуацию именно сегодня потому что это наша страна мы в этой стране живем мы в этой стране работаем мы платим налоги значит мы тоже имеем право голоса в этой стране многие говорят что да вот у вас такая власть все копытово копыта вашей стране не переживайте копыта не только нашей стране копыта многим странам но у нас все-таки по сравнению с другими странами система выборная не настолько коррумпирована как допустим в той же самой молдавии как бы там люди не старались выбирать людей на выборах вот этих своих депутатов так далее все равно к власти придут те кого назначили господа из капитолия с американского конгресса все . здесь же власти все-таки приходят те люди которые действительно консервативно относятся к вопросам политики и относятся с пониманием к своему народу я вот как-то я говорил уже в одном из своих видео как раз и сейчас проезжая поэтому по старому городу и вспомнил один момент в прошлом году у нас здесь была встреча официальная встреча у нас здесь в городе премьер-министр баварии маркус зёдер встречался с президентом чехии вот ну как это обычно происходит допустим на территории бывшего союза да перекрывается пол города движение люди загоняются все в хаты на улице блин через каждые 10 15 20 метров стоят спецназовцы стоят отряды милиции не дай бог высунешься в форточку получишь по мозгам а то и получишь срок не имеешь права не высунуться ничего как пресс пока те проедут пока не это самое как было здесь у нас перекрыли только частично вот пару улиц буквально полчаса перед тем как пример министр баварии вот этот вот ехали сюда через автобан город вот и около того ресторана выставили до выставили несколько нарядов полиции стояли там несколько машин вот сейчас запоминайте вот это вот место называется пост хофф короче закончилась их встреча в городе движение никто нигде не перекрывал сделали просто коридор на 10-15 минут проехал вот этот президент чехии мимо и вот именно на этом месте где я сейчас стою я подъезжаю на машине останавливаюсь на светофоре рядом со мной вот здесь стоит этот желтый этот золотистый бмв сзади него вот прям рядом со мной подъезжает во-первых на его место подъезжает простая audi черная audi шестерка по-моему рядом со мной останавливается audi тоже ну это типа как внедорожник затемненные окна и вот вы не поверите вот так как сейчас едут машины заднее окошко просто так при открыто я смотрю я я не верю своим глазам я я опешил я торопил я я нет я думаю блин офигеть пред премьер-министр баварии через окошко увидел что я на него так шарами такими круглыми смотрю он не так по-немецки здравствуйте а я ему здра здрасте я просто не ожидал вот вам пожалуйста немецкий политик немецкий политик при скажем так глава государства наша бавария это считается отдельная земля свободно определяющаяся земля нога но входит в состав германии и вот вот знаете вот отношение людей к своей правящей партии здесь в германии и отношение людей к правящей партии допустим в той же молдавии или на украине или в россии почувствуйте разницу и потом говорить что вот мы тут загнемся нет мы тут не загнемся мы все равно избираем тех людей да получилось так что вот на прошли на последних выборах выбрали вот этих вот придурков зеленых извините за выражение другим словом их не назовешь и они просто напросто дали зеленый свет вот этим вот всем блин тунисским афганским беженцам кстати ребята которые по приезжали сюда и ведут себя на глючим образом а теперь по поводу афганских беженцев вот вы говорите мол типа да у на у многих людей особенно советских людей осталось такое негативное отношение к афганцам потому что была война вот это афганские то есть и так далее плюс еще талибан вот эти таких маджахеды вы не поверите афганцы афганцы ведут себя намного культурнее и порядочнее чем скажем так африканские беженцы афганцы работают они устраиваются на работы им помогает государства открыть свои допустим те же самые вот эти вот шаверма вы эти будки блин как шаверма шавурма как у вас называется у нас называется донор кебаб есть такое понятие это вкусная штука между прочим они открывают свои вот эти вот конторки они устраиваются на работу они они работают они работают что делают так впереди вот это вот крышей вот это это вот здание нашего оригинального суда и вот там на первом этаже как раз вот это вот внизу там вот эти вот окна где вот эти адвокатские конторы блин вернее комнаты для этих адвокатов вот как раз оттуда вот тут турок рублей total жирец в прошлом году сбежал турок потому что тупой вот так вот эти афганские беженцы они работают они работают они Они ведут себя достойно, то есть они ведут себя так, как должны вести люди себя в другой стране, чтобы не навести пятно на свою страну, из которой они прибыли. Что же делают здесь африканские беженцы? Они ведут себя, ну действительно, вы меня извините за сравнение, но они ведут себя как вот эти вот обезьяны, как эти павианы, гиббоны. Они готовы друг друга сожрать с костями, сожрать с мясом, со шкурой, лишь бы только им было хорошо в какой-то момент времени. Они ведут себя вот таким вот неподобающим образом. И вот с этим у нас борются, причем борются так, что в Баварии, я уже говорил, повторяюсь еще раз, у нас существует программа, по которой этих беженцев, якобы беженцев. Но которые не получили статус беженца, отправляют ежегодно, не один раз в год. Это слишком дорого обойдется, это слишком накладно. И столько самолетов не наберется, чтобы один раз в год всех отправить. Их отправляют раз в квартал, собирают толпу, сажают на самолет и отправляют их нафиг в какие-то страны, которые согласны их принимать. В ту же самую Албанию или еще куда-то, в то же самое Косово. Почему те страны их принимают? Объясняю. Потому что Европарламент тем странам обещает походотайствовать перед всеми странами Евросоюза, перед всеми главами правительств Евросоюза, о принятии той же самой Албании или того же самого Косово в Евросоюз. И на основе вот этих вот всех обещаний, так, ребята, я сейчас тут в страховую контору, мне нужно заехать. Сейчас я тут развернусь, секундочку, я сейчас тут развернусь. Мне нужно вот сюда, вот в эту вот контору, хук заехать. Отдать формуляры. И пока, сейчас мы тут, пару минут у меня есть до времени, которое мне назначили. Сейчас мы тут с вами договорим, и я потом пойду. Так вот, о чем я говорю? А, и вот эти вот Косово, Албания, они верят Европарламенту, этой комиссии европарламентской о том, что их скоро-скоро вот-вот скоро-скоро примут в ЕС. Поэтому они соглашаются принимать вот этих вот беженцев. Что с этими беженцами происходит потом там у них в странах, это уже здесь местные власти не интересует. Потому что, ну, извините, ты приехал в чужую страну, будь добр, вести себя как человек. У нас действительно, вот сейчас я, буквально сзади меня метров 400, вот будет ЖД-вокзал. Вот этот вот ареал, площадь там около вокзала, там автобусный вот этот вот, ну как, автовокзал, все это, пересадочные вот эти вот станции автобусные. Так вот, там есть парк, и вот в этом парке даже днем, даже днем патрулирует полиция. Очень часто патрулирует полиция, причем по выходным, отряды конной полиции. Почему? Объясняю. Потому что алжирские и тунисские беженцы, якобы беженцы, продают там наркотики. Они как делают? Продают. Они около вокзала встречаются со своими вот этими клиентами, получают деньги, потом просто-напросто идут в этот парк, под каким-то деревом бросают или мешок, или шприц. Этот потом человек идет и поднимает это. Вот как они продают. Они не продают открыто, они берут деньги, а там скидывают, и там эти наркоманы подбирают всю эту фигню. И полиция ловит, полиция находит, каждый день находят, и пакеты с наркотой находят, и героин находят, и кокаин находят, и шприцы находят. Они все находят. И особенно по выходным ужасно, просто ужасно. Отряды конной полиции патрулируют около вокзала. Потому что эти, блин, с позволения сказать, африканцы, вот эти вот тунисцы, они устраивают дебош, они устраивают сильнейшие драки с поножовщиной в районе вокзала. Сильнейшие драки. Они днем, среди бела дня, вот как сейчас светит солнце, они пристают к женщинам, пристают к девушкам. Лапают их, мацают. Вот, извините за выражение, как твари, да? Другого нормального слова к ним не подберешь, чтобы обозначить их вот, их поведение. Именно вот как вот эти вот, ну скажем так, церковь, твари божеские. Именно вот первое слово. Первое слово к ним подходит. Второе божеское, это тут уже вопрос спорный. Подходит или нет. И потом многие говорят, вот вы не хотите войти в положение этих, а нахрена входить в их положение? Страна, правительство вошло в их положение, приняв их сюда. Так почему же они не хотят входить в положение нашей страны? Почему они не хотят уважать наши законы? Почему они не хотят чтить порядки и традиции, которые здесь у нас существуют? Вот вам еще один пример. Сейчас вот этот примерчик и все. И, блин, я закончу, потому что, ну, время мне, так, сколько сейчас, мне еще, мне без двадцати, мне без двадцати надо, надо быть на месте. Так, вот он еще один пример. Я лично был свидетелем, лично в магазин заходит один из вот этих вот товарищей, ходит около овощного отдела, там что-то посмотрел, там продавил помидор, там продавил яблоко, там взял грушу, типа она у него упала на пол, он ее раздавил. Посетители так, покупатели так смотрят на него, боятся. Для них это, для немцев, особенно для старых немцев, это шок. Они не привыкли к такому отношению в магазинах, они не привыкли к такому поведению людей, потому что нужно уважать работу других, понимаете? Здесь люди-старики, особенно, они не привыкли к этому, и вот они начинают ходить в сторону. Почему? Ну, все-таки какой-то вот страх, я не говорю респект, страх перед русскими еще у этих вот уродцев есть. Немцев они почему-то не считают за людей, они считают, что немцев можно облапошить, немцев можно обмануть. А вот русские, почему? Объясняю, объясняю. Вот кто-то там написал в комментарии, я подтверждаю слова, взятые из этого комментария. Да, действительно, во многих крупных городах местное немецкое население старается действительно селиться около русских жилищ, около тех районов, где в основной своей массе проживают выходцы из бывшего союза. С Казахстана, там, с Поволжья, там, с Белоруссии. Почему? Потому что нашему человеку плевать на то, что существуют законы, порядки и так далее. Если какое-то говно на улице, блин, ударило его ребенка, наш человек долго ждать не будет, он подойдет и даст ему в рожу. Немец будет угрожать страховкой, немец будет угрожать полицией, а его ребенка будут избивать. Наш человек делает проще. Подошел, ты что, охренел? Бам, в рожу, все. Тот обсыпался в унитаз. Это делают так наши. И это только, это минимальный случай. Это просто минимальный случай. Бывает такое, что... Бывает такое, что просто-напросто ставят на место вот этих вот, скажем так, скажем, тунисцев, да? Поэтому немцы видят, как наши люди, наши вот именно русскоговорящие относятся к вот этим вот ушлепкам, как они их ставят на место. И они стараются жить рядом с нашими, потому что в этих районах, где проживает... Вот, допустим, у нас вот, скажем так, вот у нас квартал, да? В этом квартале у нас стоит несколько домов. И в этих домах вот у нас, в нашем доме, допустим, проживает три русских семьи. Ну, там одна семья, это просто женщина со своими детьми. Я живу, и надо мной живет вот мой сосед, он работает в юстиции. Чувак накачанный, если что, за кулаком в карман... Именно за кулаком в карман не полезет. Вот. В соседнем доме там проживает еще... Там сколько там квартир? Там, допустим, сорок. У нас в доме шесть квартир всего лишь. Запоминайте, у нас в доме шесть квартир. В соседнем доме там семь квартир, там проживает одна русская семья. В другом доме у нас вот там, по-моему, 40 или 50 квартир. и вот в этих 40 или 50 квартирах все вместе проживает три русских семьи. Еще один дом, говорю вот как квадрат, еще в другом доме там, по-моему, проживает один или два русских. И вы знаете, у нас в районе тихо. У нас в районе тихо, у нас нет дебошей, у нас нет скандалов, у нас нет вот этих вот граждан из Сирии, у нас нет граждан из Туниса, которые могут прийти, разбить кому-то стекла, разбить кому-то, там покрасить кому-то двери, помазать или еще что-то, или там еще какую-то гадость сделать. Нет, они боятся заходить в этот район, просто боятся. Поэтому вот вам я и говорю, что немцы стараются селиться, блин, действительно, я подтверждаю слова из того комментария, что немцы стараются селиться около русских, потому что русские за словом и за кулаком в карман не полезут. Мы сразу, я, мы, говорю мы, как все вот мы, мы сразу решаем вопрос на месте. Вот так вот. Поэтому у нас, мы, как говорили раньше, я человек нервный, у меня крышу срывает мгновенно, поэтому лучше со мной разговаривайте культурно и вежливо. В общем так, ребята, вот такое вот получилось видео. Мне сейчас нужно идти в страховку. В общем, не забывайте подписаться на этот канал, поделиться видео с друзьями. Естественно, если кто назовет меня еще раз расистом, блин, отправится нахрен в бан. Просто я не собираюсь объяснять вот этим вот животрепещущим, сердобольным мазохистам, что я не расист, а человек, который чтит законы и традиции той страны, в которой он проживает. Не забудьте про нормальные комментарии, колокольчик, для того, чтобы оставаться всегда в курсе событий у нас на канале. Ну и всем удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok